В этом уроке создадим вот такую композицию с рыбками. Помещаем в наш проект документ из фотошопа, в котором была нарисована эта рыбка. Импортируем этот документ как композицию, чтобы он был разделен на отдельные слои. Теперь, как мы видим, мы можем анимировать каждую часть отдельно. Первым делом заанимируем слой body. И для этого находим эффект Mesh Warp. И в настройках задаем параметры сетки. И заанимируем параметр Distortion Mesh. При помощи сетки немного растянем изображение. Теперь переходим на несколько кадров вперед, нажимаем правой кнопкой по Distortion Mesh и выбираем Reset, чтобы сбросить вид сетки до начального. Скопируем первый ключевой кадр и поставим его копию на 16-й. Выделяем все ключи и переводим их в режим Easy Is. Теперь делаем из этого слоя Pre-Compose, чтобы зациклить это движение. Теперь в этой композиции включаем Time Remapping. И на 16-м кадре ставим ключевой кадр. И удаляем последний ключевой кадр, который автоматически создался в конце слоя. Пишем выражение Loopout и пустые скобки, чтобы зациклить анимацию. Теперь выделяем слой с плавником и перемещаем Anchor Point. Открываем Position и Rotation этого слоя. И анимируем эти два параметра. Включаем отображение колонок со значениями этих параметров. Здесь также пишем выражение для зацикливания для обоих параметров. И чтобы не писать это выражение еще раз, просто скопируем его. Для второго плавника делаем все то же самое. А верхний плавник заанимируем при помощи Pin Tool. Расставляем точки, которые мы будем двигать. При расставлении этих точек ключевые кадры создаются автоматически. Анимируем обе эти точки. Ключевыми кадрами делаем все то же самое. Переводим их в режим Easy Is. И зацикливаем. Точно так же анимируем еще и хвост. И смотрим результат. Теперь эту композицию давайте поместим в новую композицию. И заанимируем ее Position. Сейчас рыбка движется нереалистично. Давайте сделаем так, чтобы она наклонялась соответственно ее направлению движения. А делается это просто. Нажимаем правой кнопкой на слой. Выбираем Transform Auto Orient. Осталось только развернуть композицию на 180 градусов, потому что она у нас сейчас перевернутая. И чтобы сделать движение более равномерным, выделяем все ключевые кадры и выбираем пункт Rough Across Time. И теперь просто создаем несколько копий и аналогично анимируем их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok